Привет, мой друг! Меня зовут Давыденко Олег, и в этом видео мы поговорим о правилах беспошлиного ввоза в Российскую Федерацию. В прошлом году беспошлины мы могли ввести на 1000 евро в месяц на какого-то конкретного человека. В этом году мы можем ввести только на 500 евро на какого-то конкретного человека. Аналогично также снижается порог веса товара в Россию. Если в прошлом году мы могли с собой ввести на автомобильчики, на поезде 50 килограмм товара, то сейчас мы можем ввести только 25 килограмм товара, и за каждый следующий килограмм мы платим от 4 евро. То есть 26 килограмм товара уже обойдется нам дополнительные 4 евро. Также аналогично снижается порог ввоза товара в еврах. Если в прошлом году мы могли ввести на территорию Российской Федерации на 1500 евро, то сейчас мы можем с собой также на автомобильчики, на поезде, на кораблики ввести только на 500 евро. К примеру, мы решили купить за рубежом себе ноутбук за 700 евро, пускай на каком-то сайте, пускай на ebay, не важно. Если вы себе купили за 700 евро ноутбук, вам надо с 200 евро заплатить 30%. Итого получается 60 евро нам надо будет заплатить за ноутбук. Как же это происходит? Вам придет уведомление от Почты России, что вам надо прийти на почту и оплатить эти таможенные сборы. Вы там заполняете бумажки, и, соответственно, прямо на почте вы оплачите эти таможенные сборы. Если вы еще закажете в этом же месяце, к примеру, книжку за 30 евро, то, соответственно, вас еще наклонят на 30%. Либо вы уже ждете следующий месяц и опять себе заказываете, либо платите опять. Ну, вот такие как бы условия и такие сборы нашей таможни. Из моего опыта скажу, что, ну, это не очень приятно, потому что надо всегда рассчитывать, если вы покупаете что-то дорогое, либо вы покупаете много разного товара, поэтому надо всегда держать ухо востро, чтобы не переплачивать вот эти 30%. Если у таможенных органов возникнут какие-то вопросы по товару, который к вам идет, либо занижена цена, либо еще что-то, могут возникнуть вопросы. Тогда вам надо будет ехать в таможню и там разбираться и вызволять оттуда свои посылки. У меня это, ну, в общем, неоднократно было. Я ездил в таможню. До ближайшей моей таможни, в которую мне можно ехать, это 150 километров. 150 километров в один конец, 150 километров в другой конец. Это очень долго, это занимает целый день. Ты должен приехать в таможню, там найти этого инспектора, потом этого инспектора взять, отвезти на почту, при нем вскрыть посылку. Он должен задать там миллион тебе вопросов, что там находится, ты должен все описать, по чем ты купил. Потом ты должен приехать опять на таможню, там еще столько документов, там, мама, не горюй, заполнять. Если там все гладко, может быть, ты к вечеру и уедешь, а то может и еще затянуться. Поэтому тут дело такое. То есть надо всегда смотреть и ухо вострой держать, чтобы не возникали вопросы у таможни и в то же время, ну, все проходило гладко, чтобы вам не платить эти сборы. Много разных нюансов, я тут вам не буду пока рассказывать, как можно делать так, чтобы платить меньше, либо совсем не платить. Но это уже совсем другая история. Здесь я просто рассказал, что тарифы поменялись и теперь, как обычно, нас правительство душит. Но, тем не менее, нам приходится жить, держаться и верить в светлое будущее. Всего доброго, до новых встреч, задавайте вопросы, всех благ, всего наилучшего, пока!